36 команд в очередной раз собрала в здании легкоатлетического манежа традиционная спартакиада «Вертикаль». В 17-й раз на старте представители исполнительных и распорядительных органов власти и сотрудники силовых ведомств области. Нам всем надо заниматься спортом, потому что это здоровье. Человек, который занимается спортом, он меньше болеет, меньше травмируется, поэтому он больше находится на работе, у него лучше настроение, у него лучше работоспособность. Поэтому для этого нужно заниматься спортом. Ну а второе, нам нужно показывать руководителям разного уровня, председателям сегодня, ГОР, райисполкомы присутствуют, руководители силовых ведомств, других подразделений. Это, прежде всего, пример для своих подчиненных, когда ты занимаешься спортом и хорошо выглядишь, ты в лице своих подчиненных имеешь какой-то авторитет и в этом плане. Очередному спортивному выступлению в областном центре предшествовали отборочные этапы на местах, которые позволили определить самых сильных, ловких и метких чиновников региона. И вот лучшие из лучших в эти дни в Бресте, в городе, который по праву может претендовать на достойное звание спортивной столицы. Здесь активно функционируют современные модернизированные площадки для занятий физической культурой. Здесь работают специализированные комплексы и дворцы. Для нас большая честь Брещан принимает соревнования такого уровня, потому что до этого областная вертикаль была только в 2005 году. Сегодня 29 октября, день комсомола, поэтому желаю всем комсомольского задора, желаю всем удачи и спортивных достижений. Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в органах управления, а также приобщение работников госаппарата к здоровому образу жизни – традиционная цель проведения соревнований «Вертикаль». Ведь каждый чиновник, каждый руководитель на местах – это своего рода пример для подражания. И от того, какие качества он будет проявлять, зависит отношение к нему со стороны подчиненных и жителей района. А если руководитель не просто хорошо справляется со своими обязанностями, но и проводит досуг на спортивных площадках региона, а таковых в области более 3600, то уровень доверия и уважения к нему будет только расти. Тон такому движению задает и губернатор региона Анатолий Лис. Председатель облсполкома ведет активный здоровый образ жизни. Стараюсь ежедневно делать зарядку. А раз, два раза в неделю обязательно или лыжеролерная трасса, или бассейн. Всегда стараюсь заниматься. В зимнее время, конечно, это лыжи тоже хорошо. Иногда посещаю ледовый дворец, покататься на коньках. Соревнования помогают сплотить большой коллектив, учат работать командой. Здесь нет главных и второстепенных игроков. Все имеют свои обязанности, грамотное исполнение которых приводит к высокому общему результату. И каждая победа, каждое завоеванное очко – итог большого труда и постоянной работы над собой. Спорт – это самое первое место, чтобы отвлечься от всего. Поэтому сегодня, для нас это для всех праздник, потому что сегодня мы в выходной день можем помериться силами, навыками, умениями между руководителями силовых структур. И это еще раз один повод встретиться не только в служебной обстановке, но и на поле состязаний. И это приятно, конечно. Все после трудовых будней ходим на тренировки и в бассейн. Посещаем все и тренажерные залы, футбол занимаемся, снимаем, арендуем залы. Поэтому себя мы не запускаем. Мини-футбол, волейбол, настольный теннис, дартс, бильярд, шашки и шахматы, плавание. Список спортивных дисциплин действительно широк. Лучшие из лучших были удостойны наград и памятных подарков. Соревнования образца 2016 завершились. Однако не завершился комплекс спортивных мероприятий «Вертикаль». Каждая из команд получила богатый опыт, который станет хорошей базой для подготовки к стартам в следующем году. Редактор субтитров А.Семкин